Второй день соревнований на чемпионате Европы по фигурному катанию стартовал с коротких программ у девушек-одиночниц. Как оказалось, в Канусе не было множества успешных выступлений. Многие спортсменки допускали ошибки даже на, видимо, легких элементах. Даже опытные фигуристки испытывали трудности из-за нервов. Основным разочарованием стало выступление Екатерины Кураковой. В предыдущем году она, как экс-россиянка, выступающая за Польшу, была близка к пьедесталу, однако в Литве она оказалась вне формы. Вместо привычной программы под музыку из Убить Билла она выбрала вальс Чайковского, возможно, решив, что это лучше подходит. В итоге ее выступление было полным провалом, с ошибками в тройном флипе, потерей уровня на непрыжковых элементах и неудачным каскадом из двойного лутца и тулупа с падением. За выступление Куракова получила сегодня 49,57 балла и не прошла в произвольную программу, уступив свое место чешской фигуристке Барбаре Вранковой. Даже открытие прошлого сезона Кима Рэппант не представилось в лучшей форме. После бронзы на прошлогоднем чемпионате Европы ожидалось, что она будет бороться на мировом уровне, однако ей не удалось восстановить форму после травмы бедра, а ее прыжковая техника оставляла желать лучшего. Ее промежуточное восьмое место 60 и 34 баллами была не тем результатом, который ожидали от нее болельщики. Елена Войцеховская высказалась о проблеме РПП. Сегодня чемпионате Европы в Канусе Рэппант стала восьмой в короткой программе. Не человеческая красота, это Бельгия, какими Рэппант. На самом деле фигуристка выступает за Швецию. Очень необычная внешность, потрясающий удачный цвет волос, который эту необычность подчеркивает, нежнейшего оттенка кожи, которая невероятно гармонично сочетается с самыми изысканными оттенками ткани. Словом, полный комплект для того, чтобы быть уникальной и неотразимой. Но в модельном бизнесе не на льду. Дело даже не в том, что в современном женском катании полное отсутствие мышц не может не наводить на мысль об РПП, а в том, что без мышц это крайне уязвим для любых травм. Именно они помогают прыгать, а заодно создают защиту. Когда этой защиты нет, все что ты можешь показать какой-то сиюминутный, коротковременный результат. И то лишь на тех соревнованиях, где судьи не слишком придираются к недокрутам. Потому что для того, чтобы докручивать прыжки, тоже мышцы нужны, написала Вайцеховская в телеграм-канале. Бельгийская фигуристка Нина Пинцерони, неожиданно ворвавшаяся в мировой топ осенью, продемонстрировала хорошие прыжки. Но ей предстоит еще много работы над презентацией и катанием. Впрочем, ее выступление оценили высоко – 69,70 балла, что принесло ей малое серебро Европы. Впрочем, оценки бельгийской фигуристки были бы справедливыми, если бы не сомнительное судейство Анастасии Губановой. В Каунасе эта действующая чемпионка континента представила великолепную форму. Тем не менее, даже ее предыдущие достижения не способны поднять ее в глазах судей. За впечатляющий каскад тройного флип-тройного тулуп ей поставили плюс 2, плюс 3 Гуе, из возможных плюс 5. А за сольные прыжки оценки также оставались на невысоком уровне. Возможно, ей стоило проявить больше эмоций в выступлении, а также довести дорожку шагов и заклон до максимального уровня сложности. Здесь не было бы никаких сомнений, однако даже при уверенных выступлениях Губановой не удается бороться за верхние места, и ее 68 и 96 балла принесли только третью позицию. В идеальном мире она заслужила бы как минимум вторую строчку с минимальным отставанием лидера. Лидерство, как и ожидалось, заняла Луна Хендрикс. Несмотря на недокруто и даже падение, ей удалось удержать первую позицию с 74 и 66 баллами, оставив конкуренток далеко позади. Некоторое несогласие вызвало судейство Анастасии Губановой, действующей чемпионке континента, которой было присвоено третье место, несмотря на хороший каскад тройного флип-тройного тулуп, несмотря на отличное выступление, оценки Губановой так и не позволили ей подняться в рейтинге. Анастасия Губанова рассказала об обиде из-за фотоподборки ИСУ без нее. Губанова бывшая российская фигуристка и действующая чемпионка Европы в составе сборной Грузии. 9 января международный союзский ликобежцев ИСУ обликовал пост с чемпионами во всех дисциплинах, кроме Губановой. Сегодня спортсмарка заняла третье место в короткой программе на чемпионате Европы в Каунасе. Довольно с собой сегодня на 100%. Мне удалось насладиться катанием на чемпионате Европы. Это непросто. Приятно понимать, что я сделала все, что могла сегодня. И, к сожалению, нет. Я была очень спокойна перед прокатом. Не чувствую никакого давления, что я победил в прошлом году. Новый день, новый старт. Заделали меня инцидент с ошибкой в соцсетях ИСУ. Это было неприятно, скажу честно. Обидно, что ко мне отнеслись так. Получается, обесценив мою работу. А над моим результатом ведь работает целая команда. В общем, получилось не очень красиво. Но я не могу сказать, что меня как-то это выбило из колеи. Я постаралась не обращать на это особого внимания и идти дальше. Проехали. Мне в этой программе нравится все. И музыка, и костюм. Выхожу на лед и чувствую, что сегодня самое красивое. А для девушки это же очень важно. Мне близок такой образ. Я и в жизни немного кокетка. Поэтому на льду в таком образе чувствую себя уверенно, сказал Губанова. Луна Хендрикс объяснила, почему удивилась оценкам на чемпионате Европы. Сегодня бельгийская фигуристка выиграла короткую программу в Каунасе, набрав 74,66 балла. Я очень нервничал сегодня, если честно. Очень рада, что короткая позади. У меня коленки дрожали перед прокатом. Но у меня всегда так уже привыкло. Главное, я знаю, что я могу откатать чисто на тренировках. У меня все получается уверенно. Цель на этот прокат у меня была простая, не потерять уровни на элементах. На других соревнованиях этого сезона в этом смысле у меня было не все гладко. Но здесь я с собой довольна. Я вообще пообещал себе, что в этот раз смогу поймать кайф от чемпионата Европы. Для меня это уже пятый чемпионат Европы. Хочется запомнить Каунас и получить тут удовольствие. Почему была удивлена оценками после проката? Если честно, ждала меньшую оценку. Судили по прошлым турнирам. Наверное, помогло то, что смогла получить высокие уровни. Каскад получился не очень уверенным, но я делаю его во второй половине. Так что тут всегда риск. В любом случае, я рада, что смогла его приземлить, сказала Хендрикс. Нина Пенсерони после короткой программы. Я действительно счастлива. Сегодня я катался уверенно и знала, что смогу это сделать. Я знала, что, возможно, смогу быть в тройке лучших, но не хотела слишком сильно на себя давить. Думаю, финал гран-при помог мне и дал некоторый опыт, поскольку это крупнейшие соревнования первой половины сезона. И мы с Луной Хендрикс были там единственными представительницами Европы. Кимми Реппенд после короткой программы. У меня была травма бедра и мне действительно пришлось восстанавливать. Но я чувствовал себя здесь хорошо и хорошо подготовилась. Конечно, подготовка была недолгой, но мне хотелось полностью восстановиться, прежде чем вернуться на лед. Я была очень довольна сегодняшним днем, не считая Луца. Я буду бороться в произвольной программе. Я много работал над вращениями и высотой прыжков. И я рада, что это видно. Хореограф Железняков объяснил, почему не хотел бы работать у Евгения Плющенко. В ноябре Алексей Железьков покинул группу тренера Этери Тутберицы. Я бы не смог работать в Академии Плющенко. Точнее, не захотел бы. Это мой принцип. Сейчас я на сборах в Воронеже. Меня приглашают в различные школы. Работаю совершенно с разными спортсменами. И ко мне в студию приезжают люди со всей Москвы. Поэтому в силу своих принципиальных соображений не могу работать у Плющенко. Противостояние тренеров? Прекрасно знаете, все это нехорошо происходило и как бы осадочек остался, рассказал хореограф. Дизайнер, конфликтовавший с Косторной, показала отсылку к сериалу слова пацана. Спасибо всем, кто поддержал меня. Все разрешилось в нашу пользу. Держите свое слово всегда. Сила в правде, написал дизайнер Алена Коколчева в сториз. Ранее Коколчева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы фигурным катанием Аленой Косторной, сообщив, что та не оплатила соревновательные костюмы и не вернула часть платьев для шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова